Мы уже вкратце рассказывали вам о победе наших футболисток прошлую субботу в рамках 1-8 финала Кубка Украины над командой высшей лиги АФК «Энерджи Город Киев». Таким образом, наша юная команда «Дю США Олимп» из первой лиги вышла в 1-4 финала Кубка Украины по футзалу. И это очень серьезное достижение. Сегодня подробный репортаж об этом поединке. Отличие матчей такого уровня от традиционных поединков в футзале – все по определенному протоколу. Время матча чистое. Засчитывается только само время игры в футзал. Мяч, находящийся за площадкой, на этот момент время останавливается. И для этого нужно и табло, и судья, засекающий время. Отдадим должное главному инженеру нашей телекомпании, который смог организовать табло на базе телевизора. Матч начинается с представления каждой участницы и судей. Далее гимн Украины и приветственные слова почетных гостей 1-8 финала Кубки. Конечно, мы знаем, кто должен победить, но победит за все сильнейшие. Сильнейший не всегда тот, кто профессиональный, тот, кто больше прагне целью победы. Но я желаю, чтобы игра была справедливой, честной и чтобы победа была за тем, кто сегодня ее достойный. Я вас приветствую, я вас приветствую, я вас приветствую, я вас приветствую, я вас приветствую и в добрый путь. Хай, счастливо. Желаю вам успехов, всем борьбы, ну и победы, конечно, победит один, но сильнейший. А Минской Раде хочу пожелать, чтобы это не последний был у нас только вовремя, все выше и выше мы шли. Приветствие команд. И традиционное рукопожатие. Славычане в футболке белые, киевляне в зеленом. Перед самым матчем игроки поддерживают друг друга по своим особым ритуалам. Первую атаку после розыгрыша мяча совершает Славычане. Удар, рикошет, а мог и залететь. Далее ряд взаимных атак. Атакуют киевляне, выход один на один, выходит наш вратарь. Повезло. Длинный розыгрыш мяча у нашей команды и... Контратака киевлян. Активно провела матч наша пятерка, но не всегда все получается. Финтит Алена хорошо, но до конца атаку не доводит. Третья минута. И снова атаку начинает Алена Коваленко. Борется до конца и вновь перехватывает мяч. И снова атака. Блестящая, между прочим, атака. И самое главное, результативная атака. Приятно посмотреть ее и в повторе. В следующие 11 минут матч проходит во взаимных атаках. Напряжение растет. Преимущества в один мяч с таким серьезным соперником из высшей лиги слишком мало. И киевляне забивают ответный гол. Чуть-чуть не хватает везения у Лизы Кузнецовой, чтобы выйти один на один. И снова атака с участием нашего форварда. И еще одна атака. Удар. И руками играет в штрафной площадке защитник киевлян. Пенальти. И красная карточка. И хотя пенальти – это еще не стопроцентный гол, но у славучанок все получается. 14-я минута. Славучанки повели 2-1. Далее опять матч проходит при взаимных атаках. Хотя киевляне немного раздражены. 15-я минута. Выход двух киевлянок на одного защитника. Выигрывает наш вратарь Голубцова Аня. Она еще не раз будет спасать нашу команду в этой встрече. И снова игра на встречных курсах. Не выдерживает тренер АФК «Энерджи». Выходит как полевой игрок. Желтую карточку получает Алена Коваленко. Неприятный момент. Прочувствовав ситуацию, выходит из ворот наш вратарь. Молодец. Финт Лизы и выход один на один с вратарем. Спасает вратарь. Поговаривают, что он член сборной Украины. Тренер Киевлян смогла ударить сквозь двух наших защитников поворотом. Нас выручает штанга. Защита Слаучан произвела выход трех на одну защитницу. И снова выручает наш вратарь. 15-я минута. Наши отбирают мяч. Пас на Лизу. И она из-под защитника забивает отличный гол. Давайте посмотрим еще раз. Все, закончился первый тайм. Счет неожиданный, скажем так. Первая лига выигрывает у высшей. Кто мог помечтать о таком результате до начала матча. Тренер Киевлян, она же действующий игрок под номером 26, пытается что-то доказать судье. Но человек, она опытный, должна понимать, что с судьями чаще всего спорить бесполезно. Уже потом в интернете после матча появится замечание одного из игроков киевской команды, что судья сломал игру, назначив пенальти и удалив игрока. Но рукой игрок сыграл в штрафной площадке, а значит пенальти. Он спасал ворота от гола. К тому же после удаления игрока на замену вышел другой игрок. И у команды из Киева было как минимум полтора тайма, чтобы выиграть эту встречу. Но наши игроки спокойно переживают первый тайм. Тренер успокаивает дополнительно, просит быть внимательными и не лезть на рожон вперед. Вратаря просит не выходить часто из ворота. 3-1 это, конечно, приличный результат, но для футзала это еще не окончательная победа. Второй тайм наши игроки начинают спокойным розыгрышем. И у Лизы снова был момент. Выход один на один нападающего Киевлян. Наш вратарь выходит вперед и игрок бьет мимо. И снова показывает финты Алена, наш пятый номер. Спокойно разыгрывает мяч и могла же забить. А теперь уже свою технику показывает Лиза. Ну, вроде атака сорвалась, но мяч уходит влево. И там есть наш игрок, и он забивает. 4-1. Через пару минут не выдерживают нервы у опытного вратаря Киевлян. Она отдает мяч нашему игроку. Эх, четверка, а могла бы и забить. Дважды в течение 30 секунд вручает наш вратарь. Аня, ты супер. Удар издали. Вратарь Киевлян на месте. И снова наша атака. И две хорошие попытки забить пятый гол. За пять минут до конца игры Киевляне берут минуту отдыха. Последняя минута для того, чтобы все же вырвать победу. Или хотя бы ничью в основное время. Нужен хотя бы один гол, и они это понимают. Дальний удар Киевлян, но наш вратарь на месте. Наша атака, отличная перепасовка. И счет становится абсолютно неприличным. 5-1. Забила Лиза Кузнецова. Ну и партнеры вывели ее на ворота. Гол достоин повторения. Уже понятно, что наши победу не отдадут. И буквально за минуту до конца игры счет становится просто разгромным. 6-1. Зрители стоя аплодируют. Команда Кады-Туша «Олимп» вышла в 1-4 Кубка Украины. Если честно, это сенсация. Такой же вопрос задаем и тренеру. А что ли какая-то сенсация? Ну, как сказать? Ну, в какой-то смысле, да, это Кубок Украины. Это соревнования среди команд дорослых. Возвращаясь, что у нас команда, склад команды 80% девчат 2002-2003 года народжения, то, конечно, в какой-то смысле это сенсация. Сенсация, мы готовились, мы старались, мы мечтали. Поэтому, как сказал Юрий Кирилович, победит сильнейший. Ну, может быть, мы до этого матча были лучше готовы и больше хотели. Поэтому, велика подяка всем тим болевальникам, которые пришли и поддержали, потому что какой-то поток адреналину и заряд ответственности дали от болевальника, потому что без них, мабуть, и мог бы быть рахунок совсем меньше. Тренер отказался называть лучших игроков. Мы провели мини-опрос среди зрителей. Оказалось, что все считают, что вратарь нашей команды, Голубцова, Аня сыграла просто блестяще, вручив не один раз. Блестяще сыграла и номер пятой, Коваренко, Алена. И, конечно, традиционно отметим Елизавету Кознецова. Хотя, откровенно говоря, могла забить и больше. Ну, оставим фарт на 1-4 финала. И теперь в Славутич в ближайшее время может уже приехать и чемпион Украины. Эх, зря вы не пришли и славучане. 6-1, славучане громят киевлян. И хотя в нашем репортаже звучали в основном только три фамилии, без хорошо слаженной, спокойной игры всех игроков нашей команды ничего бы не получилось. Молодцы, девчонки, так держать. Главное, не переоценить свои силы. На этой стадии розыгрыша Кубка Украины следующий соперник будет еще сильнее. Но, с другой стороны, и в эту победу верили не все. Просто стоит еще раз так же собраться и следить за рекламой. Болельщики в 1-8 точно помогли девчонкам. Нужно и в 1-4 им помочь. А вдруг и в 1-4 сможем с нашей помощью? Девчонкам надо готовиться. Ну, а нам, безусловно, следить за рекламой. И обязательно прийти из-под комплекса «Олимпиец» на следующую, не менее важную игру в 1-4 Кубка Украины. А мэр города общегородскую планерку 22 января начал с поздравления наших футболисток. Я дякую телебаченню за своєчасний репортаж. Подія суперова. Тиждень назад мы в анонсі обговорювали, що у нас дівчача наша команда по футзалу. А це переважно більше, щоб ви розуміли 2003-2002 рік народження. Три дівчинки лише було, які завершили школу. Всі інші – це школярки. В одній восьмій фіналу Кубку України серед дорослих професійних команд з футзалу виграли у команди Києва. До Демідова претензій нема, він відпрацював. Це на вищому рівні, не переживайте. З Олександром Волосінічем все нормально. Ми вийшли в одну четвертю, ми граємо в одній четверті. Ви уявляєте, малі дівчата Славутича грають в одній четверті Кубка України. Причому не просто виглядає. Ну 6-1, 6-1. Просто в одні ворота. Особисто був присутній, отримав масу емоцій, масу енергії. Тепер бачите, з мене прене, знаю, куди його дівати. Тому на одну четверту треба зібрати повний зал. Інформація максимальна. Це подія для Славутича. Цих дівчат треба підтримати. Вони того варті. Нема нічого неможливого в цьому житті. Школярки виграли у професійної команди. Несподівано, абсолютно несподівано. Але впевнено, просто супер. І в фіналі знову наші голи, наших дівчонок. Молодці, з победою. І зрителі теж. Дякую. 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 Дякую.